МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Город. В ближайшие 10 минут мы расскажем о заметных рязанских событиях. Главные темы этого выпуска. Домой не вернулся. На рязанском заводе погиб узбекский рабочий. Конференция номер один. Губернатор Олег Ковалев провел масштабную встречу с журналистами. Я тигренок, а не киска. Полугодовалый пират принял участие в съемках программы нашей телекомпании 7 минут. А теперь обо всем подробнее. Стало известно, что в эту субботу на территории завода Шинглас насмерть задавило узбекского гастарбайтера. Двое других его коллег сейчас в больнице. По предварительным данным, во время проведения работ по очистке битумного хранилища на рабочих обрушился сухой битум. По данному факту, железнодорожным межрайонным следственным отделом города Рязань, Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, в настоящее время организованной проводится доследственная проверка. В ходе проверки следователями будут установлены все обстоятельства произошедшего, а также будет дана юридическая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил техники безопасности. По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение. Напомним, «Шинглос» в Рязани был запущен в июле этого года на площадях бывшего автоагрегатного завода. Он входит в структуру корпорации «Техно-Николь». Предприятие занимается изготовлением гибкой черепицы. Линии его высокотехнологичны. Оборудование самое современное. А вот оказывается без гастарбайтеров. Даже здесь, где все новое и дозарубежное, делать нечего. Нету, видно, таких роботов, чтобы лопатой в пыльном хранилище махали. Вот и погиб узбек, невольник русских денег. А других незваных гостей из азиатских стран сегодня выдворяли из рязанских земель. Очередную партию нелегалов напутствовали в поход далекий на родину. Не благодарные наниматели, а суровые полицейские. Понурясь, лезли нарушители законодательства в автобус. А может, оно и к лучшему. Возможно, так думали среднеазиатские оптимисты. А то попали бы куда-нибудь битумные хранилища чистить. Вместе с правоохранителями провожала нелегалов Оксана Тебенихина. С сотрудниками полиции совместно с Федеральной службой судебных приставов проводятся регулярные мероприятия по выдворению приезжих граждан, совершивших в нашей стране административное правонарушение. У нас очередное этапирование 16 таких иностранных граждан. Это граждане Узбекистана, которые будут препровождены сотрудниками Федеральной службы судебных приставов и нашими сотрудниками до аэропорта Внуково. И далее они будут посажены на самолет и до дома. Кстати, по сравнению с прошлым годом, количество мигрантов, выдворяемых с территории нашей области, выросло почти в 4 раза. За 2013 год с территории нашего региона было выдворено 420 иностранных граждан. Но если сравнить с прошлым годом, в прошлом году за весь год, за 2013 год, было выдворено всего лишь 113 человек. То есть статистика очевидна, динамика очевидна. Это связано с изменением административных законодательств в плане ужесточения санкций и статей за нарушение иммиграционного законодательства. Счастливые, загоревшие и отдохнувшие гости нашего региона в автобус садились с улыбкой, хоть и в наручниках. И пусть сегодня к себе на родину улетят всего 16 человек, очень хочется верить, что в ближайшем будущем выезжать нелегалы начнут куда активнее, нежели пребывать. Сегодня рязанский губернатор Олег Ковалев дал большую пресс-конференцию по итогам уходящего года. Некоторые фрагменты встречи начальника региона с журналистами в материале Глеба Галушкина. На ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Олег Ковалев также коснулся темы мигрантов. По его мнению, сейчас власть не полностью контролирует процесс пребывания на территории региона гастарвайтеров из стран ближнего зарубежья. Необходимо всех трудовых мигрантов переводить на патентную схему. Речь идет сейчас о том, чтобы перевести всех трудовых мигрантов на патентную систему. Не только у физических лиц, но и в малом бизнесе, если они работают, наемный труд используется. Либо там, значит, в крупном бизнесе они работают. Там, где используется наемный труд, тоже перевести на патенты. Право определять количество патентов, которые могут быть выданы, общее количество. Значит, патентов по тем или иным направлениям деятельности. Установление платы за патент будет, предполагается, отдать регионам. Одним из важнейших приоритетов губернатор назвал борьбу с коррупцией. В чем заключается коррупционная схема? Первое, когда чиновник имеет право решить проблему или отказать. И это на его усмотрение. Уже коррупционная возможность появляется, да? Значит, поэтому вот чиновник не должен при каких-то обстоятельствах конкретных, не должен иметь право выбора. Значит, он либо обязан будет решить, либо, если не предоставлено, обязан будет отказать. И это должно быть публичным актом. Не так давно в прессе появилась информация о проектах по застройке села Константинова. Олег Ковалев сегодня подтвердил, что планы развития туристической отрасли, конечно, есть. Однако глава региона сообщил, что не допустит хаотичной застройки родины Сергея Есенина. Чтобы в Константиново ехали не экскурсанты, а туристы, в этом большая разница. Экскурсант что? Приехал, по экскурсии пробежался, пирожок с чаем съел и уехал. А турист что? Он заехал, поселился в гостиницу. Пошел, развлекся, отдохнул. Наши жители оказывают ему услуги. Наши работники там. Заплатил деньги. Посетил с экскурсией Константинового. Посетил Пощупового. Посетил музей пчеловодства. Он за три дня больше денег потратит, чем за одну экскурсию? Больше. Здесь начинается экономика. В целом пресс-конференция продлилась более двух с половиной часов. За это время Олег Ковалев подробно ответил почти на три десятка вопросов. Подробнее о встрече главы региона с прессой мы планируем рассказать в эту пятницу. В итоговой программе «Время говорить». Сегодня рязанские либерал-демократы вышли на улицы столицы области с новогодними сувенирами для горожан. Шествие в народ в правилах членов ЛДПР. Еще в начале славных дел тон непосредственного, так сказать, уличного общения с людьми задал бессменный лидер партии Владимир Жириновский. И, соответственно, соколы вождя. Во всем следует его наставлениям. Надо сказать, что такие методы работы населению весьма симпатичны. Поговорить глаза в глаза с партийцами, ну, такое не часто бывает. Тем более в предпраздничную пору. В преддверии новогодних праздников представители регионального отделения партии ЛДПР провели акцию, во время которой поздравляли рязанцев с наступающим Новым годом и вручали горожанам памятные подарки. Скоро Новый год, и поэтому в преддверии Нового года мы хотели бы подарить подарки. Ну, подарки это у нас, соответственно, кепки, майки, газеты, ручки, соответственно, атрибутика ЛДПР. Мы также этим мероприятием хотим людям напомнить, что мы все-таки есть, что мы с людьми, мы очень часто выходим в народ и будем продолжать это делать. Мы постараемся сегодня, так скажем, как-то людям поднять настроение, исключительно в позитивном ключе, принести такие скромные, может быть, но все равно приятные подарки. Вместе с тающим декабрьским снегом пропадает и новогоднее настроение. Так что подобные события для нашего города очень кстати. Тем более, что рязанцы от подарков никогда не откажутся. Наверное, все загадывали желание под бой курант. И я хочу пожелать всем, чтобы эти желания обязательно в Новом году осуществились. И вот сегодня мы подарим скромные наши подарки людям. Ну, и будем напоминать, что все-таки Новый год, расстраиваться не надо, нужно, наоборот, жить на позитиве. Надеемся, что на Новый год все-таки выпадет снег, и мы сможем ощутить настоящую русскую зиму в канун этого светлого, замечательного праздника. А каков соблазн сфотографироваться с Дедом Морозом? В общем, праздничное настроение рязанцам в этот день было обеспечено. И сотни улыбающихся лиц с синими ЛДПРовскими пакетами в руках. Лучшие тому подтверждения. И в завершение о необычном госте, который заглядывал сегодня в нашу студию. Зовут его Пират. От роду этому очаровашке всего полгода, но выглядит он весьма солидно и способен уже наводить легкий трепет на окружающих. Этот тигруша – подарок королевскому цирку Гии Эрадзе «Пять континентов» от сочинских поклонников. Пока Пират не проникся высоким цирковым искусством, потому как маловат еще. Однако внешность у него вполне эффектная. Сегодня Зверек участвовал в первом своем телевизионном проекте записи программы «Семь минут», которую вела Олеся Харлина. Тигренок слегка порыкивал, чуть тревожно урчал, а на операторов вообще смотрел с аппетитом. Но все обошлось как нельзя лучше. Программа удалась, все живы-здоровы, и Пират тоже остался доволен творческим процессом. Полностью проект «Семь минут» с участием тигренка-пирата выйдет в эфир в этот четверг, 26 декабря, в 18.25 на канале «Домашний». Не пропустите. На сегодня все. Увидимся завтра, как обычно, в программе «Время говорить». Хорошего всем вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова